Музыка Мы вообще из писательской семьи, оба дедушки мои писатели по-вестински. М�-1 преподавал в инстулах. Мать была учительницей, но она и сейчас учительницей у меня. А папина сестра, она известная поэт sanding. Она мне сказала, может попробуешь на стихи. Выбери, какие тебе нравятся, папы попробует. Ну, я выбрала из дедушкиных стихов, мне очень нравились эти две три года из Таимурака хочет стихотворение. И это было именно так. Вот попробовала сделать на свой вкус, как я бы хотела услышать эти слова. Я пишу песни на Остинские стихотворения, да, то, наверное, вот уже «Любовь к Языку» на Ансине, конечно. Литературы было много, все художники, артисты, писатели, поэты, они все были вхожи к нам в дом. В то время, кто был популярен, известен, вот эта творческая интеллигенция, которая называется, она как-то проходила вот через наш дом. И я выросла в такой обстановке творческой, и, разумеется, это сказалось, ну, используя самоучитель, научилась папина сестра, пока играет на гитаре. Ну, фортепиано, само собой, мы все закончили музыкальную школу. Но свои песни ты сочиняешь под гитару? Да, под гитару. Выросла на рок-музыке, и это для меня, ну, приятнее, лучше воспринимала, когда гитара. Я не пишу стихи. Вот я это не умею, наверное, делать. Во мне вот это не бродит внутри, не ищет выхода. Я не чувствую вот в себе поэта. А мелодии ты чувствуешь? А мелодии чувствую, да. Но война, она даже экстремальные условия. И чувства сильно обострены, оголены. Чувства оголены, да. Конечно, она отразилась. Конечно, хотелось делать что-то для, ну, хотя бы в той сфере, где ты мог что-то, что-то можешь сделать, допустим, сохранить язык, да, как-то повлияет на сохранение языка. Потому что сейчас очень трудно сохранить язык. Сейчас все программы, все мы смотрим, слышим, что языка нет, астины по-остински не говорят и так далее. А как они будут, скажите, если нет современной рекламы, если нет современных песен, там, во всех стилях музыкальных, которые любит молодежь. Большинство творческих людей, ты говоришь, из Южной Осетии сейчас здесь, того периода. Да. По каким причинам? По причине отсутствия услуг. Просто элементарно. Элементарно нет электричества в городе круглосуточно. Как ты будешь использовать инструменты, например, да, чтобы записать что-то. Ну, вот бытовые условия, конечно, аховые совершенно. Но не все, не каждый там может выдержать, честно говоря. И постоянная вот эта напряженка, постоянная угроза агрессии. У тебя недавно вышел первый твой диск. Расскажи о нем, а как над ним работалось и что получилось в итоге? Ну, я хотела записывать его с Муратом Блиевым, потому что из всего того, что я слушала, ну, как делал, ну, кто делал оранжевые. Мне больше всех понравилась его работа. Ну, она ближе была мне как-то по стилю и по его восприятию, да, тоже. Приехала я, конечно, думая, что я это сделаю за три месяца максимум. А оказалось, что прошло два года. И вот элементарно записать, прийти, поработать в студии, возможности нет. Просто потому, что нет студии. А как называется твой диск? Мэнэлэ Мэтвэль, я билю в чудо. Почему такое название? А потому... Это чьи-то слова? А что нельзя просто в чудо бить? Одну песню ты спела со своей дочкой, да? Да. Сколько ей лет? Сейчас семь, но когда мы её записывали, шесть ей было лет. Очень красивая песня, мне понравилась. Она о чём? Она о моей дочке, о Банде Марии. Мой отец написал стихи. Я музыку, и посвящена она ей. У тебя ещё старший сын? Да. Но он взрослый уже. Да, ему 17. 17. Он занимается сегодня творчеством? Нет. Нет. Ну так, как-то всем понемногу увлекаться. Так, чтобы сказать, чтобы чем-то одним увлекаться. Он уже закончил школу? Заканчивает в этом. И что он будет делать? Он хочет поступать на туристический сервис. Ну вообще я историк. Ты работала по профессии? Где-то преподавала? Нет. В общественной сфере работала? Ну да, в общественной сфере работала. Подглавляла общественную организацию МАДА. Мы работали достаточно эффективно. Мы даже выпускали журнал независимый, который был посвящен во многом проблемам женщин. Творческие люди, они должны как-то участвовать в политических событиях или наоборот дистанцироваться от них? Все, кто проявили как-то свою гражданскую позицию, получили по шапке. Вот это надо признать. Если ты сказал что-то о политике, то ты уже как-то попадаешь в какое-то состояние, когда там кто-то тебя начает критиковать и так далее. Когда ты о политике не говоришь, то ты всем нравишься. Ты молодец. Я родилась на улице Сталину. Да. Ну, мы жили в центре города. У меня был очень хороший класс. Потом я была спортсмейка, я много ездила на соревнования. У меня было много друзей. Чем ты занималась? Я занималась пинг-понгом. Куда ты ездила на соревнованиях? В Сухом ездили мы, в Батуме мы ездили, в Кутаисии я даже была. Ну, тогда же была ГССР, Советская Социалистическая Республика Грузия, Грузинская. Да, я даже была в сборной ГССР, в пинг-понгу. И полгода провела вообще на сборах. Это были такие сборы, как будто это вот у нас была какая-то сборная мира, которая готовилась на чемпионат Вселенной. Там столько было тренировок у нас, и все. Но мой организм, конечно, очень сложно поддавался к нашим тренировкам. Я еще оказалась, то есть на мне была очень большая ответственность, потому что я оказалась вообще за историю юго-осинского настольного тенниса первым человеком, который попал в сборную в СССР. Ты представляешь? Ты поддерживаешь с кем-то себя здесь, друзья детства, одноклассники, или с кем ты в сборной была? Ну, конечно. Нет, с кем я была в сборной, я как раз не поддерживаю. Они в основном все были из Тбилиси. А я помню, что у нас не было теплых отношений с командой из Тбилиси, честно говоря. Потому что было какое-то вот, как тебе объяснить это, ну, некоторый такой опломб у них был. И такое снисходительное отношение к девочке из периферии, по их меркам, да. А я, представляю, выросла в семье, где мы, там, так сказать, интеллигентная семья, только все друг друга уважают, там, учат себя уважать других и все такое. И вот это для меня было некомфортно, честно говоря, мне было некомфортно с ними. Самые счастливые года в твоей жизни, это какие? Нынешние. Да. Со студенчеством посложнее, конечно. Потому что на свое студенчество пришлись самые трудные военные годы. Я закончила в 92-м году. То есть это ночью обстрел, а завтра ты утром встаешь и идешь на лекции. И вдруг нас всех там по домам позвонили, значит, эти прислали людей сообщить, что у нас тогда-то будет экзамен. И мы должны прийти. А вокруг тебя уже столько людей погибло, там, столько впало в депрессии и столько уехало, не выдержав эту ситуацию. А тебе надо идти и сдавать экзамен там по философии. Несмотря на то, что ужасная ситуация, да, с кем-балом, и сейчас тоже очень трудно, это проваленная программа восстановления и все такое. Я же там много прошу времени, и я вижу, что люди в очень депрессивном состоянии находятся там. И я помню, мне много лет казалось, что это все, это предел. Вот много лет, ну, уже не может быть хуже. И становилось еще хуже. Но все равно люди выживали, понимаешь? Но тем не менее что-то происходит так, что я могу тебе сейчас сказать, что я закончила школу, институт, я работала. То есть жизнь прошла, какая-то, да, часть жизни, и что-то там происходило. Я выпустила альбом, родила двоих детей, они уже там школу заканчивают. А состояние вот того, что еще нет стабильности, и когда вы летите, лучше ты не понимаешь, оно постоянно присутствует. А так уже прошли жизни многих людей. Это просто титая. Мы раньше жили в другом месте. В каком? Будьте на товарах. У папы была однокомнатная. И нас уже собралось очень много. Ни еще места не было. Нужно было расширяться. Ну, как ты понимаешь, таких возможностей у меня было. И папина сестра оказалась здесь. Я говорю, никогда не была на могиле Коста-Хитогорова. Вот здесь могила Коста-Хитогорова, ты же знаешь. И она сюда поднялась и увидела вот этот вдруг роскошный вид. Ты понимаешь, вот этот обзор. И ей место понравилось очень. Мне очень захотелось, чтобы мы жили где-то здесь, рядом. И представь себе, она помолилась. Значит, я химикоглажу, что она про Коста. И в итоге вот крыша нашего дома. Да, вот так получилось. Еще знаменательное одно было событие, связанное с домом. Есть такой фильм, же знаешь, «Ласточки прилетели» Галазова. И такая, знаешь, хмурая картина Владикавказа, весь фильм. Ну и как бы ласточки, которые прилетели, это уже надежда на какое-то обновление, на что-то новое. И самое интересное, что ласточки вот с крыши, в районе крыши нашего города, нашего дома появляются. И вот обновление. Редактор субтитров А.Семкин